Ха-ха, ладно. Куча всякой фигни под этой шапкой, но давайте сразу к теме этого видео, Cloud Gaming и не только, и давайте сразу разберем плюсы-минусы, которые, по моему опыту, сейчас, на актуальный момент существуют, и которые лишь в незначительной степени исправят в 2020 году. Итак, у нас имеются крутые обозначения вашего виртуального железа. Например, когда я играл через сервис PlayKey, мне игры определяли мое железо как Intel Xeon E5, что довольно-таки среднее, но у нас была график-карточка Quadro M6000 или GTX 1080, что, однако, на качестве игры особенно не складывалось. Я играл в основном в футбол, ProVersion Soccer 2020 демо, и когда я еще сам играл на своей реальной Windows-машине, это, я не помню, какой год был, 2015-й, возможно, 2014-й, там графика была отличная, и, в принципе, знатоки скажут, что футбол не требует особой графики, но вот на GTX 1080 крутая график-карта, должно все идти на максимальных настройках и так далее. Оно все и шло формально, то есть я выставил все максимальные настройки, все без тормозов, когда я с компьютером играл, шло, но графика была ужасная, то есть вы видели, там были пиксели, было ужасно. Но, окей, до сих пор лучше, чем если бы я эту игру запустил через виртуальную машину, bootcamp или еще что на своем iMac, но все равно за деньги, которые заплатил, напомню, 11 евро за 10 часов, это было очень хреновое качество, с которым я на долгосрочной перспективе не примирился бы, то есть это был бы, ну просто, да, постоянный напряг для глаз и так далее, то есть это был бы ужасным опытом. Этот момент, надеюсь, его, конечно, исправят. Здесь, в Германии, мы ожидаем в 2020 году сервис Shadow, который будет предлагать не только GTX 1080 в самом маленьком тарифе, но и RTX 2080, и RTX Titan, и в том числе кучу места, можно будет вещи какие-то сохранять, инсталлировать на своих виртуальных машинах, можно будет иметь крутые процессоры, кучу оперативки и так далее, но все это на бумаге, то есть все это, все эти статы, а как они себя на самом деле проявят, конечно же, другой вопрос. Мы ожидаем в том числе не только в Германии, но и во всем мире GeForce Now сервис от NVIDIA, который, конечно же, будет считаться одним из больших игроков, и в принципе очень много сейчас игроков на рынке, конкуренция будет увеличиваться, качество будет повышаться для нас, конечных юзеров, и это, конечно, здорово, но некоторые моменты, несмотря на конкуренцию и увеличение качества всего сервиса, не изменятся. Я говорю о сумасшедших лагах, монстр-лагах, которые присутствуют, конечно же, когда вы играете в стреляки, Counter-Strike, Call of Duty и другие, то есть здесь абсолютно неважно, какой у тебя будет там виртуальный хард, виртуальное железо, все равно будут сумасшедшие лаги, вы видели, я показывал сам. Конечно же, все это будет зависеть от локальных сетей, насколько хорош ваш интернет локально, и здесь нужно будет вкладываться, если вообще есть во что, потому что не везде предлагается действительно хороший интернет с минимальным пингом и так далее. Но даже если вы наверняка подумаете, если у тебя реальная гейминг-машина стоит, то все равно нужен хороший интернет, чтобы играть в стреляки и другие игры, вы будете, конечно, правы, но в случае с этими cloud-сервисами, cloud-гейминг, здесь еще дополнительный лаг бонусом дается за счет того, что вся картинка, все процессы происходят где-то там, и они посылаются вам в виде, грубо говоря, видеоролика, вы смотрите видео того, как вы играете где-то там. И здесь, конечно же, присутствует по-любому небольшой лаг, и не важно, какой у вас крутой интернет, всегда будет дополнительно вот этот лаг. Конечно же, это в далеком, мне кажется, очень далеком будущем, возможно, будет исправлено, возможно, интернет настолько увеличится по качеству. Но здесь, опять-таки, в Германии по интернету ничего хорошего сказать не могу. Страна, очевидно, отстает, по крайней мере, в мобильных сетях отстает, в охвате, и в том числе в интернете тоже довольно-таки медленные скорости, большие лаги, маленькие аплоды, и все очень дорого стоит. И, да, это что касается вот клауд-гейминга. Однако можно играть в игры, которые не базируются на вот таком вот прямом контакте, что ли. Хотя я играл вот в футбол онлайн с другими людьми, и никакого лага не было. То есть я нормально мог играть, и здесь было все нормально, опыт использования меня удовлетворил. Но во всех остальных случаях, если вы играете там в стреляки или какие-то игры, где нужна быстрая реакция, то здесь клауд-гейминг в ближайшем будущем будет не для вас. Что, однако, радует, возможно, в перспективе можно будет всякие вещи устанавливать на эти виртуальные машины и фактически работать на этих виртуальных машинах. То есть у вас в реальности будет какой-нибудь плюшевый ноутбук, не знаю, такой, либо какая-то Windows-машина, неважно, что-нибудь очень слабенькое, и вы будете включать свою виртуальную машину, бум, и сможете обрабатывать там 4К, смотреть 4К. Некоторые не могут смотреть 4К, не только из-за того, что дисплей не поддерживает, но и из-за того, что железо не поддерживает. Там смотреть 4К, 5К, без понятия, 10К, выполнять кучу всяких вещей одновременно. У кого-то Swift плохо идет даже. То есть здесь можно будет и Swift включить тоже на самых старых машинах, которые только могут быть, все это связать, все будет работать, и все это за относительно небольшую плату. То есть из-за того, что я видел, вот этот Shadow, там будет за 40 евро или за 50 евро в месяц возможно иметь RTX Titan. И не знаю, насколько она себя опять-таки проявит. То есть у меня сейчас тоже в этой виртуальной машине GTX 1080 стоит, но она себя показывает, но я не знаю, как очень какая-то интегрированная, интегрированная, но мощная карточка, если такие вообще есть. Вот. Собственно, это определенное будущее. Это определенное будущее. То есть сейчас клауд-сервисы все больше становятся частью нашей жизни, все сохраняется в облаке. Некоторые телефоны, в том числе от Google, Pixel, не предлагаются с дополнительным местом для физического, физических карточек, памяти. Предлагается 64 и 128 гигабайт, соответственно, то есть очень мало, но зато предлагается безграничное или что там в Google Drive место. То есть вы можете сохранять все то, что вы сохраняете в облаке. И это здорово. С другой стороны, насколько все это экологично, этично, другой вопрос. То есть понятно, что где-то все это должно быть. Все эти гигантские мощные серверы, которые считают все это за вас, которые обладают серьезной мощностью. Если посмотреть, если, не знаю, миллионы все это будут покупать, то там нужны поля гигантские этих серверов. Там нужна куча памяти, там нужна куча электричества для всего этого. И, конечно же, большой вопрос, какое электричество будут эти фирмы использовать. Если это все, конечно, будет исходить из ветряков, которые вокруг этих ферм, серверов будут находиться, и, конечно же, панелей солнечных, то это одно дело. Другое дело, если это все из, не знаю, атомных или угольных станций, там все происходит, вы знаете, как электричество производится. По-моему, это вот более экологично. Если что-то будет располагаться в, не знаю, в какой-то стране, где дофига места и довольно-таки холодно, что нужно для сервера, в принципе, и вам не нужно будет покупать ноутбук или компьютер, скажем, каждые 3-4 года, что-то апгрейдить, вообще ничего не нужно будет. Если у вас ноутбук или компьютер, дисплей, вот монитор устраивает вас, то ничего другого вам не нужно будет. Только интернет читает и ничего абсолютно другого. То есть вам нужно будет покупать компьютер, ну, грубо говоря, один раз в 10 лет, если вообще. То есть если не ломается, то, соответственно, вы будете использовать, использовать, использовать и использовать. Это, конечно, гораздо экологичнее, чем постоянно апгрейдить, если ваше железо совсем ничего и не тянет. Здесь выгоднее, конечно, и экологичнее использовать эту виртуальную машину. Вот, это были, собственно, пару мыслей по поводу клауд-гейминга, клауд-виртуальных машин. Я считаю, что за этим определенно будущее, но будет интереснее обменяться опытом и, конечно, посмотреть, что думают люди по интеграции таких сервисов в их жизнь. Вообще нужно ли это? Дайте мне знать, пожалуйста, в комментариях. Давайте обменяемся по этому вопросу мнениями, потому что тема абсолютно новая, еще горячая, еще даже не на хайпе. То есть хайп случится в следующем году определенно. Там, NVIDIA будет инвестировать в этот сервис очень сильно, потому что это сервис подписок, это постоянные деньги, постоянные деньги. И это то, что выгодно будет таким производителям. Окей, это было все на сегодня. Огромное спасибо за внимание. До-два-два.